Двое украинских военных ранены за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции. Боевики 10 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины из крупнокалиберного вооружения. Об этом рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. 120-мм минометы, крупнокалиберные гранатометы и вооружение БМП. Окупанты обстреливают позиции украинских военных из запрещенного Минском вооружения. Ведут огонь по Троицкому, Луганскому, Катериновке, Водяному и Широкино. Наибольшую активность террористы проявляют ночью. Как обычно. СПГ, АГС, она работает. Волгами кидаются, да, 25-ми. Ну, бывает, да, они бывают и днем, но в основном они работают ночью. Пять часов вечера начинается, утром, как бы, время суток уменьшается. По словам украинских защитников, наемники постоянно меняют свои позиции и перевозят вооружение с места на место. У них работают три точки переездных. Произвели обстрел, передвинулись дальше, поехали. Слава Богу, ребята все живы вовремя. Спрятались в обмунировании, все, как полагается на позиции, все было. Военные не теряют боевой дух. Защищаем свою родину достойно, так что все у нас хорошо, немножко холодно, но держимся мы. Украинские бойцы на провокации не реагируют. Открывают огонь только в случае острой необходимости из незапрещенного вооружения. Оксана Апрышко, UATV. В 2017 году завод Малышева, входящий в состав Укроборонпрома, продал вооружение на сумму около трех миллиардов гривен. В долларах это более 105 миллионов. Один из ключевых показателей поставки танков оплот в Таиланд. Также завод начинает производить оплоты по госзаказу для вооруженных сил Украины. Всего в прошлом году украинским силовым структурам передали свыше трех с половиной тысяч единиц военной техники и вооружения. Это танки, БМП, самолеты, артиллерия, противотанковые ракетные комплексы и средства противовоздушной обороны. Госпогранслужба не пустила на территорию Украины гражданку России, летевшую из Минска в Киев. Как выяснили пограничники, ранее она ездила во временно оккупированный Крым с нарушением установленных правил. Россиянку отправили домой обратным рейсом и на три года запретили въезд в Украину. По данным ведомства, за прошедший год госпогранслужба составила более двух тысяч админпротоколов по факту нарушения порядка въезда в Крым как на временно оккупированную территорию Украины, так и на выезд из нее. Запрет на въезд в Украину получили около полутора тысяч иностранцев. Более сотни из них – артисты и деятели культуры. На президентских выборах в Чехии лидирует действующий глава государства Милош Земан. Подсчитали уже 90% голосов. За Земана проголосовали более 39% избирателей. Кандидатуру его ближайшего конкурента, бывшего главы Академии наук Чехии Иржи Драгоша, поддержали 26% граждан. Выборы в Чехии начались в пятницу после обеда и продолжались до двух часов дня субботы. По местному времени явка превысила 60%. Крушение парома в индийском штате Махараштра. Двое человек погибли, еще шестеро пропали без вести. 32 удалось спасти. На судне перевозили школьников. На поиски исчезнувших отправили катера и вертолеты. Точная причина аварии неизвестна. Крушение паромов в Индии не редкость. Лодки старые, часто переполненный экипаж пренебрегает правилами безопасности. Один человек погиб. 10 травмированы в результате снегопада в префектуре Исикава на севере Японии. В префектуре Ниагата за двое суток выпало 62 сантиметра снега. Это в 8 раз больше обычного количества в это время года. Экзаменационный центр на час отложил вступительные экзамены в местные колледжи, чтобы абитуриенты успели добраться до аудитории, так как на дороге пробки. Более 400 пассажиров провели 9 часов в застрявшем поезде, пока спасатели расчищали железнодорожные пути. Пытаюсь расчистить машину и выехать отсюда, но снега нападало столько, что кажется, сяду за руль лишь к вечеру. Не ожидал такого сильного снегопада. Это меня напугало. Даже полки в супермаркетах опустошаются. Люди скупают продукты впрок, чтобы лишний раз не выходить на улицу. Впервые в истории в Саудовской Аравии женщины посетили футбольный матч. Он проходил в рамках чемпионата королевства в городе Джедда. Закон, позволяющий женщинам посещать спортивные мероприятия. Приняли в октябре 2017-го. Им разрешили наблюдать за игрой из специальных секторов. По всей стране такие трибуны есть на трех стадионах. Запрет могли бы снять давным-давно, но, слава богу, сняли сейчас. Как раз самое время. Надеюсь, это решение скажется позитивным образом. Разрешение посещать футбольные матчи, во-первых, поощряет женщин к тому, чтобы они начали принимать участие в таких играх. А во-вторых, это поддержка, которую чувствуют игроки. Фильм «Киборги» могут подать на кинопремию «Оскар от Украины». Об этом в интервью UATV рассказал режиссер картины Актим Сейтаблаев. По его словам, создатели киноленты обратятся с таким предложением в украинский «Оскаровский комитет». Также сейчас ведутся переговоры о показе «Киборгов» за рубежом. В частности, с Польшей, Германией, Канадой и США. Украинский фильм вышел в прокат 7 декабря и за месяц собрал более 20 миллионов гривен. Это почти 706 тысяч долларов. Лента рассказывает об обороне Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах, которая продолжалась 242 дня. Конечно, мы подаваться будем. Обычно это происходит где-то в конце, по-моему, если не ошибаюсь, июля месяца, начало августа. Собирается пакет документов, вместе с фильмом подается на рассмотрение украинского «Оскаровского комитета». Ну, конечно, мы это будем делать, потому что я люблю труд своей команды. Вот считаю, что мы имеем право участвовать в этом отборе. Портретами выдающихся украинцев украсили новый киевский трамвай. Среди них изображение Анны Киевской, Ярослава Мудрого, Сержа Лифаря, Владислава Градецкого, Казимира Малевича и многих других. В салоне установили видеоэкран, на котором будут показывать ролик о выдающихся украинцах. Прокатился на таком трамвае и киевский городской голова Виталий Кличко. Едем в новом трамвае пятого поколения. Их закупили 45. Вся борщаговская линия оснащена только такими трамваями, каждый из которых назван в честь знаменитого киевлянина. Информация на табло будет полезна как киевлянам, так и туристам. Все желающие смогут прикоснуться к истории нашего города. Ой, радуйся, земле, многотысячным хором. В Харькове проходит парад вертепов 2018. Туда приехали более 60 коллективов из 22 регионов Украины. После праздничного шествия по центральным улицам участники исполнили калятки. В городских парках установили вертепы. Цель фестиваля – показать единство Украины. Поэтому лозунг «От запада до востока – мы дети одного народа». Завтра участники феста в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького вместе с харьковчанами исполнят калятку «Нова радись стала». На этом пока что все. Следующий выпуск через два часа. Все повторы можно найти на Facebook и YouTube. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова